Продолжение следует... Продолжение следует... Печальная годовщина. Но, как я уже говорил, что смерть Христианина – это, прежде всего, радость для других. И вот святой, страстотерпец царь Николай и его семья, они вот именно показали своим примером жизни своей, что как можно жить по-человечески. Ведь это же было совершенно замечательно. Пятеро детей, четыре девочки, мальчик. Вот если почитать именно, ну, как бы, жизнеописание, их детишек особенно, то я поражаюсь, как они любили своих родителей. Девочки любили, и мальчик Алеша любил, и цесаревич. Как они любили своего младшего брата, да? Это вообще любовь была всеобъемлющая. И ведь, смотрите, ведь поразительно, ведь царица Александра, подданная и урожайная совсем другого государства, она ведь и наверка по своему рождению, да? И должна бы это в корни принести совсем другое. Мы знаем много таких примеров, таких печальных, когда именно мамы являлись таким не очень хорошим примером и уводили от истинной веры, от своей веры. А здесь другой человек совершает другой веры, другой национальности, вдруг воспитывает своих детей в православных христианской вере. Она их именно воспитывает, читать Евангелие, читать молитвы, посещать богослужения православные, причащаться с этой божественной христианской веры. И это, конечно, наверное, самый, наверное, главный урок для их семьи. Потому что почему-то такие дети воспитались. Потому что мамы с папой так воспитались. И ведь ничего не было удивительного, что эти девочки, царицы, вошли в годы Первой мировой войны, ухаживая заранее. Не просто за офицера, за солдата. За солдата. Видели кровь, видели страшные раны. Омывали эти раны. Это царицы, это книжные, которые должны быть, выйти замуж за представителей европейских, именно царских семейств. Они пошли и стали так, делали то, что им надо делать. И поразительно, что, например, кто-то из дочек, кажется, старше Ольгы, когда ей предлагали выйти замуж за иностранного, подданного, она сказала, нет, я хочу быть русской, жить в России. Вот это, понимаете, самое главное, что это воспитание. Вот это воспитание, что было у них. И вот когда, именно и тогда ругали царскую семью, много было кровитой, грязью обливали. И сейчас мы, мы вот тоже, мы являемся свидетелем такого, да. Даже вот установки этого памятника тоже были какие-то, именно такие движения, именно нежелание, что памятник был. Но, слава Богу, что это случилось. И, слава Богу, все-таки, что царь-мученик Николай, он, как бы, эта семья становится именно вот страстотерпием. Страстотерпием. Он потерпел за Христа. Таким примером для многих вот нас, для многих людей. И это не только праздник Арчадинской станицы. Это праздник, я думаю, нашей земли, Волгоградской земли. Я не буду переходить на епархию, говорю, да. Сейчас, сейчас в Волгоградской области три епархии, да. Но я думаю, что это наше общее достояние. Я не хотел бы делить и говорить, это только уритминская епархия. Это наше общее достояние нашей Волгоградской митрополии. И когда я помню свидетель того, когда Владыка Герман ехал сюда освещать место под строительство этого храма, много лет назад, не верилось никому. Храм возле и стоит. И сейчас мы вот являемся свидетелем еще того, что он несет свою некую такую эмиссию. Вот именно здесь теперь есть бюст святой, образ святого царя Волгограда. Вот это, я думаю, самое важное, самое главное. Я бы желал бы, конечно, чтобы именно вот этот пример царской семьи, очень добрый пример, положительный пример, как бы говорился не только среди такой православной общественности. Я думаю, этот пример яркий и просто среди обычных любителей, обывателей, пусть маловедущих, будет еще неходящих в церковь. Но вот это вот, да что говорить, посмотрите на фотографии. Я всегда говорю, посмотрите на их лица. На папу, на маму царя Николая, царица Александра, на дочек, на цесаревича Алексея, вот, какие-то же лица вот такие, да, в них лицо какое-то, что-то особенное такое, да. Мне бы хотелось, чтобы вот такие лица были и у наших соотечественников. Вот, поэтому я желаю молитвами святых царственных мучеников, чтобы все в нашем отечестве, а главное в наших семьях, все устраивалось к лучшему, потому что, если будет семья и будет воспитание в семье нормальное, значит, будет и семья в нашем государстве. Вот что мне хотелось бы пожелать в сегодняшний праздник семья. Спасибо. Спасибо, господин. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.